Уважаемые коллеги, разрешите, прежде всего, зачитать обращение к обучению съезда Министра образования и луководства Федерации Дмитрий Викторович Леванов. Уважаемые коллеги, приветствую вас на второй раз в Российском съезде учителей истории и общества знания. Первые систематические знания об истории своего отечества и своих предков человек включают в школе. Поэтому сложно переоценить значимость учителей истории и общества знания. От ваших профессиональных и личных качеств зависит не только усвоение и школьных дисциплин молодыми гражданами нашей страны, но также и способность ориентироваться в окружающем мире, использовать накопленный социальный опыт, чтобы определить свое место в жизни. Именно ваши усилия позволяют реализовать непроходящее познавательное, практическое и воспитательное отношение истории, как основу формирования духовно-нравственных основных личностей, воспитания патриотизма и гражданского сознания. Считаю равномерным, что съезд является итоговым мероприятием года российской истории. Проведение съезда, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию преподавания истории и общества знаний в школе, креплению сотрудничества, педагогов России. Искренне желаю вам успешной работы и творческих находок в повседневном партии. Министр Дмитрий Киричев, уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Киричев, уважаемый Александр Аркадьевич, друзья, Я не буду отнимать ваше время, время, которое вам необходимо для благотворной работы на браках, а в вашем съезде, в вашем профессиональном сообществе, долгим выступлением. И хотел бы лишь сосредоточиться на нескольких ключевых, мне кажется, моментах. Сказать, что удается от себя, потому что, как заметил Александр Аркадьевич, представляя меня, я сам по специальности историк, и то, что обсуждаете в вашей работе, мне глубоко непредразличны не только по должности, но и в моем личном качестве. Конечно, как историку, мне кажется, что история – это самое главное из наук, ну, одна из самых главных. И как заместитель министра образования и науки, отвечающего за науку, мне на самом деле обидно, что в число приоритетных направлений науки, число ключевых модернационных приоритетов, не входит в историю, не входит в гуманитарные дисциплины, общественные судьбы на жире. Мне кажется, мы недооцениваем это значение. Мне кажется, что, говоря о важности инженерного знания, говоря о важности технических и, естественно, наушных специальностей, и они действительно очень важны, несомненно, здесь в теории не приходится. Но мы недоучитываем то обстоятельство, что, например, инженерный в любой проект, который реализует сегодняшние футболы, сегодняшние инженеры, это проект не только инженерный, это проект экономический и социальный, и гуманитарный. Невозможно построить завод, реализовать какой-то инженерный проект вне его социального контекста, не понимая, не учитывая, как этот завод будет воспринят местным населением, как он пишется местную экономику, как он пишется местную политику, как он будет соотноситься с жизнью окружающего населения, как он будет влиять на традиционную культуру, на традиционную жизнь и местность тех, кто живет вокруг него, как продукция этого завода изменит нас в своем жизни. Этому мы, к сожалению, не всегда учим и в вузах, а этому, конечно, нам нужно учить в школе. Как человек сам, до недавнего времени преподававший, работавший с молодыми учеными, с аспирантами, в вузовской среде, я могу сказать, что, конечно, в целом тем молодым людям, девушам, которые приходят сегодня в наши вузы со школьной скамьи, не всегда хватает способностей мыслить исторически, не всегда хватает способностей, те факты, те явления, которые мы, они видят в книгах, в научной литературе, которые они выхвастливаются с интернета, им не хватает не всегда такая способность поместить их в контекст, проанализировать. Это называется, как мы с вами, профессиональные историки, сказали бы провести источникомический анализ, да, той информации, которую они получают, понять, кто и зачем в каком контексте говорил. Этому, мне кажется, мы должны их учить. Нет нужды, нет нужды повторять, это, наверное, прописанная истина, что для всех присутствующих здесь, в этом зале, это, я уверен, гораздо более очевидно, чем для меня, что история – это не выучивание фактов, да, это не выучивание явлений, это способность технологизировать, да, это способность мысленно критически, способность дискутировать, способность видеть многосторонность любого процесса, многофактора, любого явления, способность понимать, что черное и белое в реальной жизни, в реальном человеческом процессе всегда четко разделены, что любая точка зрения контекстула одна. И вместе с тем, понимать, что при всех тех различных точках зрения, которые существуют, невозможно нам, как граждан, наверное, отказаться и от моральных, от этических оценок происходящего и происходящего. Очень важно, что сейчас проходит код истории, в котором наше министерство активно участвует. Очень важно, что создано российское историческое общество, о котором говорили Сергей Евгеньевич, и оба представителя социала которого присутствует здесь сегодня президентами. Мы намерены сейчас проработать с архитекторическим обществом, мы уже начали эту работу, для того, чтобы действительно вместе с профессиональным сообществом, опираемой на профессиональное сообщество, поработать над установлением профессиональных стандартов. Профессиональных стандартов в нашей совёте. Из стандартов научного качества и этических стандартов, Вы знаете, как много, к сожалению, скандалов, связанных и с классификацией истории, и с недобарокачественными работами. Эти явления мы стараемся выявлять, расследовать. Вы знаете, что Высшая институционная комиссия активно работает, мы эту работу собираемся продолжить. Но для нас здесь очень важно делать эту работу, которая собирается в профессиональном сообществе, и мы будем именно так ее вести. В этом смысле мы надеемся, конечно, и на Вашу поддержку. Очень важно, безусловно, это еще одно направление работы, повышать доступность первоисточников, доступность исторических материалов для граждан. Хотя мы все понимаем, что сегодня зачастую эти материалы и вполне доступны, или труднодоступны и для профессиональных историков. Что уж и говорить о том, чтобы учителя, чтобы школьники в классе могли в своей работе использовать через, с помощью современных средств, средств через интернет, через другие каналы, использовать архивный материал, первоисточники, получать те самые навыки работы с ними. Нам кажется, здесь нужна полномерная работа по повышению доступности ключевых документов, важнейших документов, поливающих свет на историю нашей страны, не только нашей страны, для стомиграба, для школьников. Понимаете, многие, многие осуждения, досужие осуждения, которые, как мы сами прекрасно понимаем, которые приходится слышать и в обывательских разговорах, и, к сожалению, встречать все эти массовые информации, они, ну, просто очевидно, их несостоятельность очевидно любому, кто хоть раз вводил архив, да, кто хоть раз беседовал, кто хоть раз смотрел документы, те самые исторические источники, на которых, на изучение, которые касаются нашей профессии, и в этом смысле мы можем долго призывать и осуждать, но, конечно, наверное, самый прямой способ, самый надежный способ избавляться от этих мифов, от этих досужив, разговоров, от этих ни на чем не основных оценок, это именно создавать широкие возможности наших гражданам напрямую знакомиться с историческими документами, во всей их сложности, во всей их многосторонности, видеть, как непросто, как тяжело идет встречный процесс, как узакомерен, как сложно, но в то же время нужно и важно быть в каждый момент нашей истории гражданином, и опираться в этом, конечно, отнимание истории наших знаменитых стран. Большое спасибо огромное, огромное спасибо за вашей работе, огромное спасибо за работу. Спасибо большое, Игоревич, я хотел бы сказать, что в связи с вашим выступлением тоже, значит, у нас, дорогие коллеги, у нас сегодня уже начались крупные столы, я уже знаю, что сегодня многие учреждения рассказывали озабоченность тем, что было сделано и что не было сделано без рекомендаций первого съезда, который был, я думаю, это справедливо, и я очень хотел бы призвать того, чтобы мы продолжили этот откровенный и иногда имеется приятный разговор, потому что цель, собственно, этой площадки стоит в том, чтобы обменяться мнениями и по проблемам качества исторического образования, и по проблемам организации. Я хотел бы сказать, что у нас, конечно, уже стоят вопросы, которые являются компетенцией министерства, Елена Леонидовна, это вопросы, связанные с нашей оценкой новых стандартов. В общем, я хотел бы услышать, как учитель сказал, оценивает, в частности, по истории, тоже, что делал. Второе, мне кажется, очень важны проблемы учебников продолжить. Здесь мы доложим вам, мы проводили мониторинг учебников, в том числе и вас, и учителей. Третий вопрос касается проблем, в чем учителя очень заинтересованы, повышение квалификации учителей истории, что очень важно. Есть большая проблема, и сегодня была очень острая дискуссия по проблемам единого государственного экзамена. Я знаю позицию руководителя министерства, который тоже считает, что, как и многие из вас, что единый государственный экзамен при всех наших, с моей точки зрения, позитивных оценках этой формы, оценки исторических знаний, оценки вообще знаний, должен как-то модифицировать применительно к гуманитарному циклу. Потому что то, что, естественно, для математики и для других цикл в части гуманитарной, требует большего внимания. И я хотел бы сказать, Игорь Ильич, что мы после съезда решили подготовить сумму предложений, которые мы направим от имени съезда, от всех вас, дорогие коллеги, в адрес-министерство. То, что требует принятия решений государственной власти.